всем привет друзья ну что вот и прошли 30 дней моего веганства и сегодня вам расскажу что это мне дало какие плюсы какие минусы какие болезни исцелились и какие болезни не исцелились но для ребят которые впервые на этом канале я хочу сказать что я начал этот эксперимент не потому что мне жалко животных либо что-то такое либо я не хочу просто есть мясо и так далее я начал этот эксперимент потому что у меня были проблемы со здоровьем а в частности желудочно-кишечным трактом и как я и сказал сегодня вы узнаете исцелились ли эти болезни либо нет многим людям конечно же сложно от этого отречься потому что многие знакомые мои пробовали это делать и они не могут жить без молочки без мяса без сладости и так далее тут нужна конечно же сила воли но что не сделаешь ради здоровья лично про себя я могу сказать что целый месяц мне вообще не хотелось мяса мне не хотелось сладкого мне не хотелось молочных продуктов скорее всего это из-за того что я в свое время столько этого ел что мне уже от этого противно становилось каждый день ел курицу каждый день там творог на ночь просто бывало по две пачки и от этого уже просто там бра ну вот это начиналось вы поняли и поэтому я даже рад что я перешел на такое питание потому что это легкое питание это питание которое быстро усваивается и ты чувствуешь себя легко энергично и так далее а теперь по поводу веса начал ли убавляться мой вес либо прибавляться до этого эксперимента я весил где-то 65 и 3 килограмма на когда я ел мясо молочку и все такое потом я начал эксперимент у меня вес начала резко как-то падать я дошел до 63 и 4 килограмм то есть получается я скинул сначала вес а потом потихонечку там недели за 2-3 наверное он снова восстановился и пришел к 65 то есть получается что на том питание я был 65 что на этом питание 65 в принципе ничего не изменилось но что теперь по цене по цене это конечно же дороже я сказал гораздо дороже чем питание на котором я был раньше то есть там молочка она относительно дешевая до творог стоит 70 там либо 60 центов это я в евро говорю поэтому закупил две пачки творога и тебе хватает просто вот так на день получается вот ну а когда вы покупаете там фрукты овощи орехи особенно орехи дорогие блин 15 евро за килограмм 200 грамм улетают просто вот так закидываешь их как корешки щелкаешь корешки щелкаешь гениально да вот что получается что это выходит за один там закуп буквально 30-40 евро представляете 30-40 евро но если вы покупаете мясо там не знаю молочные продукты какие-то сладости это выходит дешевле потому что в основном молочная продукция она довольно таки дешевая мясо тоже если оптом я в большие такие пачки курицы покупал короче там по четыре килограмма вроде бы это обходилось всего лишь 14 евро приколитесь этого хватало там буквально на неделю на 2 а тут каждые два-три дня ходишь закупаешься продуктами и отдаешь каждый раз по 30-40 евро это выходит довольно таки дорого почему так выходит потому что вы постоянно жрете вам постоянно хочется есть на этом питании потому что это все быстро очень переваривается усваивается и постоянно человеку хочется хавать в отличие от мяса которое вы съели там четыре часа так вы ходите сытый потому что переваривается очень дорого долго дорого хотел сказать 2 и вот такие вот дела собственно но что и наконец-то мы переходим к плюсам какие плюсы я получил от этого питания я начал это питание потому что у меня были проблемы с тошнотой у меня рефлюкс эзофагит это когда клапан желудки не до конца закрывается и кислота выходит в пищевод и естественно когда вы много едите то вот эта вся кислота копится в желудке и так далее и особенно если вы мясо едите то это очень много кислоты собирает в желудке это потом выплескивается все и у меня появилась эрозия в пищеводе там эрозия была меня яростно просто люто тошнило и в больницу попал потом после этого мне больно глотать было но эрозия заживала и ты глотаешь еду и там чувствуется ну с болевым и таким ощущением проходит пища по пищеводу это очень неприятно было что я могу сказать тошнота прошла то есть целый месяц меня не тошнило вообще обычно ты просыпаешься утром и когда ты спишь до положение все-таки у вас горизонтальное получается кислота закидывается как как-то не крути она будет закидывая закидываться в пищевод и и на утро будет подташнивать и даже есть часто не хотелось завтракать но сейчас на таком питании вообще не тошнит я утром просыпаюсь выпиваю водички и потом могу навернуть столько еды сколько вообще не мог навернуть тогда когда я ел мясо потому что сейчас меня не тошнит утром второе это исчезли болевые ощущения при глотании то есть как я и сказал когда я глотал пищу у меня вызывались какие-то неприятные ощущения вот тут где-то примерно в пищеводе внизу внизу прям перед началом желудка где-то там короче и когда ты глотаешь что постоянно вот блин даже глотать не хочется потому что это неприятно а сейчас все это прошло и все нормально следующая третье заболевание тоже связаны с жкт это дискинезия желчных протоков это проблема короче желчным пузырем что это значит это значит что когда-то тоже очень много я что там собирается желчь она либо плохо выводится либо что-то такое я не врач я не знаю вы лучше посмотрите в интернете что это такое и короче начинают вот тут в правом боку где-то ну где-то рядом с печенью начинает одну так не болеть а как сказать как будто они милают как будто спазмы какие-то происходят это может длиться очень долго там неделю-две вот это очень долго проходит но на таком питании у меня такого нет все прошло четвертое скорее всего самое такое противное из-за чего я начал это питание потому что у меня начали болеть ну не болеть и как-то ныть колени начали они мыли три месяца три целых долбанных месяца это очень противно было то есть ты постоянно ходишь лежишь они у тебя но они ноют не чуть-чуть они сильно ноют это прям тебе хочется в колени нафиг вырвать вот и непонятно почему это было и я послушал одного чувака там видео у него была артрит вроде был у него и поле артрит у него вообще все суставы отваливались и он уже ну все там вообще ничего не изменить ничего не нет ремонтировать ничего нельзя было сделать и короче он начал вот такой диет придерживаться потом перешел вообще на сыроедение и у него прошел поле артрит приколитесь он начал бегать марафон и так далее а когда у него был этот артрит он вообще делать ничего не мог у него яростные просто лютые боли были он вставать не мог не так далее я думаю были вдруг у меня начнется такая фигня я решил это предотвратить и вот колени все-таки прошли это это самого юного возраста у меня начали почему-то появляться синяки под глазами во первых это потому что глаза у меня глубоко посажены во вторых скорее всего потому что я всякую лютую дичь ел наверное лет с 12 я хавал всякие там чипсы бургеры прям очень много лимонады каждый день блин пиццы покупал это жесть была вот у меня начался гастрит потом он перерос в хронических гастрит и он у меня был шесть лет я качался с этим гастритом меня тошнило яростно просто лежишь на пляже такой загораешь тебя тошнит ты думаешь были ну бейте меня вот такая фигня была из-за этого скорее всего еще сильнее синяки стали потому что зашлакованный весь организм был но сейчас я решил попробовать вот такое питание чтобы легко все быстро переваривалась усваивалась что почистился организм чтобы восстановилась микрофлора кишечника и так далее и заметили у меня синяки начали исчезать ну и шестое наверное из плюсов это хорошее самочувствие ты чувствуешь хорошо когда у тебя ничего не болит нигде не тошнит и так далее у тебя есть энергия от этих фруктов овощи от всего есть энергия потому что ты довольно таки много ешь тебе хочется постоянно есть довольно много ешь фруктов на там сахар но полезные сахара до фруктоза не тебя насыщает и ты постоянно такой бодренький и блин у тебя есть энергия ну а теперь поговорим о минусах первый самый наверное такой значительный минус это слишком дорого как я и сказал уже это выходит довольно таки дорого потому что ты ходишь там каждые три-четыре дня в магазин закупаешь по два пакета этих фруктов овощей они же быстро очень улетают там буквально можно сожрать за день не знаю килограмма два фруктов этих спокойно просто бот так особенно учитывая что я люблю там всякие апельсины яблоки я просто жру их постоянно у меня улетает и по три килограмма в день и по четыре ну то есть вот такое вот получается то есть это дорого выходит не знаю в месяц ну сами посчитаете да если ну давайте возьмем 30 евро за ну за четыре дня пусть за 4 дня будет 30 евро за четыре дня и умножьте это и посчитайте сколько в месяц будет второе это постоянно хочется есть тебя потому что вот на таком питании как я сказал быстро очень переваривается еда и тебе постоянно хочется есть буквально каждый час Тебе постоянно хочется хавать Куда бы ты ни пошел, тебе постоянно хочется есть В таком случае я обычно беру с собой орешки Либо что-то такое, либо бананы И просто хаваю где-то банан, либо орешки Третье До того, как вы начали такое питание У вас организм был зашлакован То есть получается вы мясо ели Это очень долго переваривается Там тухнет у вас внутри и так далее И появляются шлаки, токсины и так далее Но когда вы переходите на более чистое питание То у вас организм начинает очищаться от токсинов И как это происходит? Это происходит в виде прыщей, блин, конечно же Он очищает у вас все изнутри И вот эту грязь всю гной нужно выгнать через ваши поры И получается начинают лезть прыщи Они прямо вот такие большие гнойные прыщи бывают У меня на шее вон повыскакивали Но они проходят, к счастью Вот И это, конечно же, неприятный минус Но также это может являться, конечно же, и плюсом Потому что изнутри организм вычищается Это очень важно Ну вот и все, друзья Это все пункты, которые вам нужно было знать о веганстве Это очень хорошая, полезная штука Реально хорошее питание И это воздействует очень хорошо на желудочно-кишечный тракт Если у вас есть какие-то заболевания желудочные Ну, короче, ЖКТ, я буду говорить, да То вам нужно обязательно попробовать это питание И вы определенно почувствуете просто максимальное облегчение Вот Естественно, это дороговато Ничего не скажешь Если у вас нет денег, если напряг с деньгами То такое питание, конечно же, не подойдет И вам придется жрать дошики, как вы их хавали до этого Поэтому идите, ребята, работайте И вот переходите на такое питание Попробуйте его И вы увидите, услышите Почувствуете этот прогресс в вашем здоровье А так, спасибо большое за внимание Ставьте лайк этому видео Подписывайтесь на канал И увидимся в следующем выпуске Пока Продолжение следует...